МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Корглый стол» и я, Маргарий Махатилов. Мы в своих передачах и программах часто говорим о поддержке нашей культуры, о сохранении нашего этнического лица, о сохранении наших языков, о том, что сделать, чтобы история, культура Дагестана сохранилась и для наших поколений, последующих поколений. И мы понимаем, что в эту эпоху, эпоху лобализации, серьезных вызовов, которые стирают языки, народы, конечно, одна из самых, наверное, сложных и ответственных задач, которая перед нами стоит, это всячески помогать и поддерживать те инициативы, которые позволяют нашей этничности, нашему родному национальному лицу трансформироваться, идти ногу со временем. И буквально совсем недавно, несколько лет назад, мы были свидетелями такого очень интересного эксперимента, когда этногруппа из Мордовии, ойме, в переводе означает «Душа», приехав в Дагестан, сплела вот ирзианскую душу и древнюю аварскую песню «Говорол и бел», «Мать ветра». Получилось очень интересно, хлеб вызвал большой ажиотаж, это новое слово в нашей музыкальной жизни, и о поддержке этнической музыки, о нашем фольклоре, о том, что является собой наше этническое лицо, наши народы. Мы поговорим с нашими гостями и в студии «Круглого стола» руководитель группы «Ойме» Ежевика Спиркина, Шумратаду Весенин, я приветствую вас по-рзиански, на своем родном языке. Руководитель дагестанской группы «Иное-Иное» Ислам Ибрагимов, и также участник группы «Иное-Иное» Абдулгамид Исмаилов. Рад вас видеть в нашей студии. Привет, приятно. Ежевика, вот мы с вами беседовали и во время первого, да, это 19-й год, если не ошибаюсь, презентация клипа. До этого был процесс, скажем так, вхождения, проникновения в материал. Все-таки, надо сказать, что ирзианский язык, ну, это финно-угорцы группы языков, и аварский язык, как представитель кавказских языков, они довольно сильно отличаются. Фонетически, конечно, это было сложно, но... Ритмика и фонатика, да? Да, эксперимент получился, он был удачным. Ну, можно вспомнить тот период, поскольку он так связан именно с Осинским, да, с человеком, который... Владимир Осинский, который... Да, владелец студии, музыкальный продюсер, композитор, кинокомпозитор, в общем, нам, вот, лично мне посчастливилось попасть на эту студию и начать петь попсовые песни и в то же время впитать не то, что студийный дух, вот этот вот настоящих музыкантов, творческий дух, но еще плюс профессионально развиваться, то есть ребята открытые, и я впитала еще вот эту вот способность, я очень надеюсь, отдавать те знания, которые вложили в меня те или иные профессионалы, люди, в общем. Поэтому, наверное, чисто как-то вот так логично, что там возникла дальше группа ОИМИ, и затем, в общем, она обросла уже командно, мы сейчас называемся уже не группой даже ОИМИ, не этногруппой, но прям команда ОИМИ, и с 2011 года это официально наш год рождения. То есть вам 11 лет. Да, получается так. С 2011 года 11 лет. Ну, вот такое сочетание-сочетание цифр. Я, кстати, обратил на вашу группу внимание вот с песней «Вая-Вая», это клип, который мне попался, и сразу привлек мое внимание. Да, мы сразу делали ставку. Во-первых, эта песня была опробована уже изначально на аудитории, и она очень полюбилась. Но, правда, на дагестанцах еще нет. Это было чуть позже. И мы решили сделать ставку на визуальный ряд. Но она получила даже какие-то и премии. Да. И, в общем, даже мне досталось, как лучшая актриса в короткометражном фильме, музыкальном фильме. Клип-фест. Одна из позиций номинации. Выигранная нами стала как раз вот эта вот. Путь к Дагестану, он, ну, начался, я понимаю, да, вот, собственно, именно с «Вая», которая привлекла внимание… Ну, начался с эмоционального падения. Просто после «Вая» у нас… Это у каждой команды с этим сталкивается. После такого хита идет некоторая спадка. Нет, просто группа набирает вес, становится более известным. Мы еще везде в «Фореста». Мы задружились и тесно общались, и сейчас продолжается наше общение. Но я говорю про то, что есть люди не совсем порядочные, организаторы. И, в общем-то, у нас получилось, что было несколько мероприятий. Неприятно, где нас кинули, и в том числе и финансово. Я, конечно, была в разбитом состоянии, в общем-то, собственно, после такого взлета и… Опять в какую-то яму. И вдруг неожиданно я… Я путешествовала. Эстония, Коми, республика. Вот, ну, лишь бы как-нибудь выйти из этого… Это именно такие финно-угорские регионы, да? Ну, да. И вдруг неожиданно я звоню Володе Осинскому. Он в это время в Турцию журил как ни странно, в шансон. Ну вот. И я говорю, я хочу в Дагестан. Да, пожалуйста. Они просто знают, что у меня вот эта вот интуиция какая-то женская, или я не знаю, какая, да? Если мне вдруг захотелось куда-то, надо дать зеленый свет. Как минимум сказать, поддержать морально. И да, я еще вдруг неожиданно вспомнила слова нашего хорошего друга, бойца ММА Володи Минеева. Он выходит под наши треки. И что Дагестан – это место силы. И я позвонила Севериновскому. Я говорю, ну, конечно, как там катаются. Да, катаются. И все, я рванула сюда. И у меня было такое ощущение, что что-то сейчас будет происходить. Ну, какой-то новый этап. Интуиция. Да, я не знаю. Короче, я была... Вот у меня состояние было такое очень даже приподнятое. Вот. Ну и первое, кто тут меня встретил из мускантов, это, в общем-то, была группа Иное-Иное. Сразу же из гостиницы в город Каспийск. И там уже, в общем-то, все закрутилось. Ну, вкратце говоря, ну, получилось очень неплохо. Тем более, декорации великолепные, да? Село Гамсу, Тальминский район. Ну, да, это тоже. Я не знала, где он находится. А потом, когда узнала, уже было поздно. Процесс уже запустился. То есть, как мы туда добирались в самолет. Затем, короче, маршрутка. Ну, я микроавтобус. Потом пешку. Да, спасибо. Это, кстати, помогли уже, так скажем, чиновники Дагестана с маршруткой, что очень приятно для творческого человека. А дальше уже получается, что уазики и последний этап – это лошади, ослики и свои ножки. Ноги-то. Ну, вам удалось прочувствовать. Потому что Гамстрель есть своя энергетика, своя красота. Тогда он еще был, кстати, абсолютно неизвестен широкому кругу туристов, которые сейчас фактически оккупировали это село. И там еще были эти волшебные камни, к сожалению. Да, которые были. Хотя клип как раз посвящен на сохранение национальных языков, сохранению культурной идентичности. Вот. И этнического нашего самосознания. Но, в общем, я могу только сделать лаконичный вывод. Если женщина куда-то ведет, не препятствуйте ей. Пускай она сделает свое дело. Так будет спокойнее всем. По «Ролобил» можем на него завершить. Но после этого были и другие композиции. Да, «Наша Россия» лизгиночная, которые ребята видели ее. Мы же участвовали в одном совместном проекте. Только мы как наставники, а ребята как участники проекта «Днолайв». И, в общем-то, завершающей как раз песней наших концертных сборных выступлений проекта «Днолайв» – это как раз была песня «Россия», где активно участвуют вот эти вот так называемые дагестанские лизгиночные ритмы. Ну, теперь, ребята, к вам. Придем, поскольку вы уже 15 лет, да, значит, находитесь в таком, значит, музыкальной, скажем так, стезе. И с первого появления, ну, наблюдая вас очень давно, и я всегда поддерживал, когда ребята молодые, и не только молодые, вообще, вот тут музыки все возрасты покорны, да, это абсолютно неважно, могут очень смело и креативно работать с эклектикой, да, с смешением таких стилей, определенным синтезом, и смешение, допустим, дагестанской этнической музыки, да, лахской, в частности, да, в вашем случае. И, допустим, где-то рока, где-то, значит, диска, где-то джаз, то есть это все выдает очень интересный продукт. – Фанка чуть-чуть. – Да, 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 там достаточно хороший коктейль получается у вас, но вот Ижевика уже здесь сказала о том, что есть определенные, значит, выхлопы, да, есть итоги того, что было сделано. Скажите, пожалуйста, вот о участии вот в этом проекте и что получилось в итоге, как вы к этому пришли? – Нам предложили поучаствовать в проекте, мы отправили заявку, нас приняли, мы стали финалистами конкурса «Этнолайф. Музыка Евразии». Ну, для нас это была неизвестность, мы даже между собой шутили с ребятами, ну, оседлаем ветер, поедем, посмотрим, что там. – Мать ветра, да? – Да. – Накрыли самолетом, мы в Москве через 3,5 часа. Ну, просто поразились масштабом, масштабом проекта, организации этого всего, цели благородные у проекта. Семь участников группы со всей России, Кавказ представляла наша группа. Вот, нам предоставили, ну, полный феншуй, да, шутя говорю это. Плюс, конечно, работа, самое главное, что для нас было очень важным, работа на студии, на студии Владимира Осинского, очень профессиональная студия. Нас поддержали ребята, наставники, и Живика очень нам помогала, потому что все равно как-то вот много неизвестного было, и она нам открывала. – Самая настемная лошадка, и среди семи вот этих вот финалистов, это, конечно, было иное-ное, для других, не для меня. И, кстати, ребята на студии Осинский, Володя Осинский, ну, очень профессиональный, опытный человек. Ему достаточно там трех минут, чтобы понять, да или нет. – Есть. – И он говорит, с этими ребятами я знаю, что делать. В них, как раз у меня нет сомнений, в их этнической части. То есть ребята молодцы, они активно вели аккордеон, аккордеон, у них есть еще один участник, Ашот. – Да, и не один, еще несколько раз. Бас-гитара, барабаны. – Молодое поколение, это же сын и сам. – У вас группа, она все-таки так трансформируется. – Динамически, да, у нас развивается. – Потому что я помню, вначале были, конечно, засели гитар, потом переход на ряд других. – Да, составы меняются, люди приходят-уходят, как бы группа пока остается. Мы делаем, продолжаем писать новые песни, и мы не остановились на этом. Приехав даже с Москвы, еще написали несколько новых вещей, композиций. Вот так вот это у нас происходит в группе. Сейчас у нас состав новый, новый, практически не обкатанный, но при этом очень азартный, очень перспективный, очень обаятельный и харизматичный, на мой взгляд. – Ну, молодость всегда. – Молодость и зрелость, да. – Да, дает идеи, зрелость дает путь, да, обратно. – Я тут сделаю вставку. Во-первых, заметили, что вот ваш тоже куратор, да, Дмитрий Симонов, это Петр Нальч, Пелагеев, небольшой список команд, с кем он работал и работает. Вот, он отметил вот эту вот необыкновенную этническую уникальность, да, вот эту вот, ну, какую-то вот идентичность, да, звукоизвлечения, допустим, да, ритмообразующую, да, что он говорит, это я, говорит, ломать совершенно не буду, это не нужно, это нужно оставлять. – Ну, это лицо. – Сразу же, иное, иное, они еще, плюс еще к своему, как бы, национальному, да, как будто зоопредков, они прибавляют еще, конечно же, свои какие-то навыки уникальные, и это очень здорово. И единственное, да, поработали там над форумой и так далее и тому подобное, но я вот, например, довольна, я видела просто вот, какая группа пришла, знаю, что у них большой потенциал, и какой они рывок в творческом плане сделали буквально, это же буквально там за неделю. И я думаю, что готовый музыкальный материал, он это четко покажет. – Ну, вообще, вот есть возможность узнать, что-то новое, вот уже Ислам сказал о том, что, во-первых, профессиональный, ну, как в модном слове, тютер, да, или там профессор, мастер, который, значит, дает возможность и видит материал, вот если есть материал, из чего можно лепить, или нет материала, да, значит, если есть какая-то мысль, которую можно развивать дальше. Вот перспективы и дальнейшее видение, и то, что удалось оттуда подчеркнуть, вот об этом хотелось бы у вас именно узнать, вот об этом Дугамеде более подробно расскажите, пожалуйста, Анат. – В общем, по этому поводу хочется сказать, что вот мы даже не знаем, когда что-то мы сочиняем, мы не знаем точно, что мы сочиняем. То есть мы… – К чему это приведет? – Да, да, к чему приведет. То есть мы находимся в неком таком состоянии, интересном погружении, как сказать, в суть вещей, что ли. – Творческие люди это хорошо понимают, да? – Да, в полной. – Состояние лихорадки какой-то внутренней, да. Как правило, это ночное время, когда все спят, чтобы в информации в поле ничего не витало лишнего, чтобы нам не мешало одним словом. И в этот момент, в принципе, мы начинаем ритм какой-нибудь играть, потом появляются какие-то звуки изнутри, мы начинаем их уже наружу выплескивать. – Творческий резонанс, так называемый. – Оформлять. – Да, оформлять, да. – Звуки готовы. – В Москве мы тоже, у нас, ну, конечно, нам очень плотный график был, даже полчаса свободного времени не было. Нам читали лекции, нам проводили экскурсии, нам играли концерт в зале Шестаковича, профессор Гнесенький показал, как классическая школа работает с этном материалом. Мы были в полном восторге. Ну, дневное время было полностью у нас загружено. Потом работа на студии, ну, Ежевика тоже нам помогла. Мы еще, когда надо было уже отдыхать, не знаю, откуда мы брали силы, мы по ночам все равно на студии еще продолжали работать. – Дополнительно просто с ними репетировали. – Ну, это, опять же, я отдаю дать Дагестану, я люблю этот регион. И плюс, опять же, повторяю, что приятно работать с людьми, которые далеко не бездарны, извините, вот за такую избитую фразу. Ну, это здорово, интересно вообще. Тем более, я говорю прямо вот, когда видишь вот так вот, и какой рост. Я была уверена, что так получится. – Дагестан в этом плане регион, ну, повезло, скажем так, богатый. Потому поскольку многообразие наших народов и, соответственно, культур, каждый народ, он носит какую-то свою часть в общую культуру. Более того, у нас народ ведь не монолитен, он очень стратирован, скажем так, да, то есть он многословен. Каждое село, каждое общество, оно имеет какие-то свои особенные и, кстати, музыкальные лица. И я думаю, что в этом плане, конечно, это очень здорово помогает, поскольку материалы не только лахтские, да, музыкальные, да, и другие народы. – Да, да, да. Для конкурса были выбраны композиции, которым уже, в принципе, немало времени. Они такие тоже интересные, но все равно мы по-прежнему их любим. Ну, наконец-таки будет профессиональная запись, мы покажем людям. Ну, конечно, материал развивается, мы делаем новые вещи. Хотелось бы сказать, вот культура, культура, если она будет автономно закрытой, полностью консервативно, короче, этот, невосприимчивой к каким-то новым музыкальным веяниям, она не выживет в этом современном мире. Это мое мнение. Необходимо брать самое лучшее, впитывать в себя новые музыкальные тенденции. Да, у нас есть шикарные ритмы, танцы, песни, но дальше что? А через 50-100 лет мы будем опять слушать лесгинку, и это все. Мне хотелось бы, чтобы рождались новые песни, которые бы становились народными. Это самая высшая форма благодарности публике, когда песня становится народной, даже автор исчезает, а народ продолжает ее петь. Поэтому работа в этом направлении должна продолжаться, и это мой призыв маленький к тем, кто занимается музыкой, пишите свои песни. Пишите свои песни, изучайте собственную материнскую, материнский код, материнский ДНК, изучайте это все, впитывайте в себя историю наших предков, но не обращайте внимание на современные. Слушайте много музыки, разнообразной музыки, хорошей, плохой только. Слушайте, но не увлекайтесь слишком, потому что все равно настоящая песня, она пишется глубоко в сердце, а не где-то там снаружи. Вот интересные, очень правильные замечания, хорошие слова. Я помню, в 90-е годы, я как-то вот уже с Мэшей Жюйкой об этом говорили, был такой продюсер, Александр Гальперин, если не ошибаюсь, он создал очень интересную группу, идею скрестить две, казалось бы, нескрещиваемые композиции. Это болгарскую народную хорвую песню, балканскую, да, у них изнаменитый хор «Ангелит», и известную, эта группа из Тувы, хунхунхурту, да. Потрясающий получился микс, смешение хоровой и болгарской песни, чем-то напоминающей родную дагестанскую, вот и кавказскую, вот и абсолютно балканскую музыку, во мне часто находят такой, прямо в рост, родственный отклик. И горловое пение тувинцев. Вот хунхурту, он, это легенда, да, в этапском? Да, легенда, но я могу вот еще, кроме творческой составляющей, поговорить вообще о поддержке. То есть, вот, к примеру... Есть интерес, кстати, к этническому музыку. Да, проект «Этнолайф», он организатор гильдии межэтнической журналистики, руководитель Маргарита Лянге, и подали на грант, и этот проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И я рада, что это государственный фонд, да. И я бы, конечно, хотела бы, кроме того, что я реализовала свою давнюю мечту вот этих образовательных кейсов и упаковки электронного пресс-кита, для этнических музыкантов, я укрепилась вообще в надежды и веры, вообще в государственную поддержку, да. И хотелось бы, конечно, чтобы и вот здесь вот чиновники, да, здесь государственная власть обратила на талантливых этномузыкантов и поддержала их. Когда есть такие... Да, и это очень актуально, потому что, ну, например, вот цели, которые были заявлены в общественной палате, когда мы только прилетели в Москву, нам организовали круглый стол, и руководитель проекта Маргарита Лянги, она объяснила, как бы, что она... Кстати, она частый гость в Дагестане. Да, 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 она говорила, да, она очень любит Дагестан. Она говорила о том, что, ну, хотя у нас есть что показать, у России, у нас очень богатая фольклорная составляющая, культурологическая, и хотелось бы ее показать, вытащить наружу. К сожалению, вот этого нету поддержки, о которой говорит Ежевика. И вот эта поддержка, вот в этом лице, в лице этого проекта, она и как раз-таки и собрала нас всех участников разных регионов. И вот вы говорили о горловом пении. Например, была участник проекта... Сайлыко. 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 Ну, прекрасно. Просто удивительная, удивительная манера. Плюс еще с ней был ее коллега, Шалбан. Да, такие имена прекрасные, красивые. Которая играет на национальных инструментах, Струна Щепкова. Да, очень... Прекрасный дыр. Очень сильный состав участников был. Там все участники были в своем амплуа, и никто ни с кем не... Да, очень сильный был состав участников. ...не соперничал, потому что каждый был в своем. Ухожу свое, кажется. Да, соперничества не было, потому что уже все были победителями. Все уже в финале. Это очень хорошая идея, чтобы как-то... Не только поэтому, потому что были из разных регионов. Это очень мудро, мудро. Вот я заметила вот именно в этом проекте «Днолайф», что представлена вся Россия и представляет каждую свою культуру. Они условно разделили Россию там на финно-угорский, русский, там... По кругу языков. Да, вот какие-то вот такие вот... Языков. Да, условно они разделили, и вот были очень сильные команды. Просто мировой уровень. К сожалению, почему раньше на это не обращалось внимания? Ну, может быть, сейчас это все начнет двигаться в нужную сторону, в нужном направлении. Раз уже пошла поддержка, я думаю, что... Дело в том, что современные технологии музыкальные, они позволяют вообще все это делать на местах. То есть не нужно для этого приезжать в Москву. И как бы одна, и, наверное, вот из, ну, моих мечт, да, если можно так сказать, это то, чтобы ребята приезжали вот в этой музыкально... музыкальных лабораториях, это не только одна, много их вообще сейчас в России, это вообще мировая практика, музыкальные творческие лаборатории, впитали в себе эти знания, например, аранжировки, студийное производство, и перенесли это сюда, в свой регион, понимаете, чтобы здесь это развивалось, чтобы они здесь делали свое музыкальное комьюнити, и в то же время дружили с другими комьюнити, из других регионов, и, конечно же, с центром, с Москвой. Ну вот, поэтому, конечно, поддержка все-таки начинается с местной власти, понимаете, это очень важно, это очень приятно, это даже гордость гордиться своими. Большой пинок, чтобы вся страна гордилась дагестанцами. Есть реализованный проект, есть хороший опыт, я думаю, что вы уже сказали здесь, для молодых ребят, чтобы они не тушевались, не сомневались в своих способностях, если есть в душе и в сердце позыв творить, писать музыку, если, значит, она близка к твоему народу, это еще лучше. ты с этим ты идешь вперед и развиваешь общую культуру и республики Дагестан, и всей России, поэтому дерзайте, работайте, ну, а вам, ребята, успехов и новых интересных композиций, с учетом тех знаний, которые вы уже получили, с тех инструментов, которые вы уже имеете, ну, и поделиться опытом с теми, кто идет после вас, с молодежью, которые... обязательно, это очень важно. Спасибо, Я благодарю вас за участие в нашей программе, напоминаю, что это была программа «Круглый стол», говорили мы о поддержке этнической культуры и фольклора через эклектику и к новым жанрам. Вел программу я, Магмарин Вахатилов, всего хорошего, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова